Честно говоря, я действительно предпочитаю стоять прямо здесь. Хорошо, я не могу, они мне не позволят гмм. Курт Ванегут однажды начал лекцию, я думаю, он обращался к каким-то библиотекарям. О, я должен, о нет, нет, я должен стоять здесь. И он сказал, ты знаешь, что мне 52 года, я дедушка, и я могу делать все, что мне заблагорассудится. И тут выкатилась пианино, и он начал играть звездную пыль, он сказал, что я всегда хотел играть звездную пыль. Ну что же мне не 33, мне 73. Я дедушка в 9 раз больше, у меня трое правнуков, и черт возьми, я могу делать все, что мне заблагорассудится. Мне хочется делать то, что моя бабушка называла ловить добычу, значит жаловаться, и я собираюсь жаловаться прямо сейчас. Это не очень любезно, когда тебя приглашают прочитать лекцию, но я собираюсь пожаловаться на место проведения лекции. Я жалуюсь на то, что эти чертовы машины разрушают мою культуру в старые времена, когда выходили на подобную лекцию. Физик вставал и не имея ничего, кроме куска мела в руке, защищался им. Чтобы напасть на тебя и сделать то, что он собирался сделать, этот профессор вставал, и был язык тела, были жесты, если он был хорош, был балет, иногда они были плохими. Был один парень, ну ты, конечно, не знаешь кто, был великим мастером мальчик, что из этого вышло. Там был мой старый друг, там были несколько человек, которые участвовали в этом, там был один парень, очень-очень известный, кстати, я не буду называть его имени. И он стоял у доски, и маленькая крошечная штучка, и он это делал. А потом он обернется и посмотрит на тебя. Он был ужасен, но это было по-человечески, ты помнил, ты очень хорошо помнил, кто был лектором. А ты помнишь, что он делал тогда, ты вспомнил, как он двигался, в наши дни это совершенно другое, ты стоишь вот так за компьютером, и все, что тебе нужно, это нажимать кнопки. Для меня это крайняя деградация моей культуры, и я собираюсь сказать, что в следующий раз, когда я вернусь сюда, мне нужна классная доска. Хорошо, я делаю то, что делает каждый старый физик перед тем, как он впадет в маразм, или сразу после того, как мы впадем в маразм, я не уверен, о чем я буду говорить там. Все говорят о времени, когда они достигают определенного возраста, они думают, что может быть они понимают это или... Они этого не понимают, но у них есть внутренняя потребность как-то выразить себя по поводу времени. Я не очень задумывался об этом, но это может быть потому, что у них осталось не так много времени, я не уверен, но... Мы собираемся поговорить о сегодняшнем дне. Моя прозрачность совершенно ясна, совершенно ясно, что там написано, там написано будущее, прошлое, будущее, не моя вина, что оно сошло со слайда. И, вероятно, будет еще больше сойти со слайда, насколько я могу судить в любом случае. Почему прошлое отличается от будущего сейчас прошлое, это определенно отличается от будущего. Давай посмотрим, сработает ли эта штука. Да, если я покажу тебе слайд, без сомнения, ты скажешь, что это прошлое, и ты будешь прав, это примерно в Лос-Анджелесе. Кто-нибудь хочет угадать, я бы предположил, что 1939 год, ты думаешь, что сейчас 34 года, а машины мне кажутся 39-ю. Но я не уверен, я не уверен. Так что в любом случае, без сомнения, здесь нет никого, кто думает, что это будущее, верно, никто не думает, что это будущее, если я покажу тебе это. Ну что ты, наверное, скажешь, о, это картина будущего, но это большая разница, большая разница в том, что мы знаем, что первая картина была прошлым. Мы понятия не имеем, будет ли это будущим. Это дикое предположение, маловероятно, что так будет в будущем, и поэтому мы можем задать вопрос, почему так происходит? Почему намного легче знать, что было в прошлом, чем то, что будет в будущем, что это такое? Асимметрия между временем в будущем и временем в прошлом, теперь не вызывает сомнений. Древние Древние, вероятно, были раньше, может быть, до 19 века сказали бы, что это глупый вопрос. Конечно, прошлое отличается от будущего, и нам не нужно объяснять, что это просто очевидно. То, что произошло, уже произошло, то, что еще не произошло, еще не произошло. Но по мере того, как физика становилась все более зрелой, становилось совершенно ясно, что это было о, я думаю, я иногда случайно, иногда я. Подуй на прозрачные пленки, я забегаю вперед, так что я просто сделал это, но позволь мне вернуться к архетипическому примеру улицы с односторонним движением. Время — это второй закон. Термодинамика — это закон физики, и он гласит, что энтропия всегда увеличивается, теперь тебе не обязательно знать для этого разговора, что такое энтропия с какой-либо точностью. Тебе просто нужно знать, что есть такая вещь как энтропия, она связана с беспорядком, хаосом и так далее, и она всегда увеличивается, мальчик. Энтропия всегда увеличивается, это основной закон физики. Но откуда же берутся законы термодинамики? Из законов частиц выходят законы ньютоновской механики, физика более элементарных вещей, это законы природы, самые элементарные законы природы. Микроскопические законы природы, законы Ньютона — это они. Вот так они отличают прошлое от будущего, и ответ нет, если у тебя ситуация, в которой ты увидишь я снова забегаю вперед, делай это снова и снова, да. Давай вернемся на шаг назад. Давай вернемся к Эйнштейну. Эйнштейна не столько интересовал второй закон термодинамики, сколько он сам. Его очень интересовали пространство и время, единственное, что я хочу напомнить тебе сегодня для этой цели о пространстве и времени, это то, что Эйнштейн сказал. Что пространство и время вместе, составляют общий объект, называемый, и что время и пространство это. Глубоко взаимосвязаны таким образом, что пространство и время кси, и если бы у меня была ось Х здесь, я бы нарисовал z, x, y, z и t из общей вещи. И это время действительно ничем не отличается от пространства. Но никто же не может, никто не думает, что x справа отличается от x слева. Законы физики безусловно симметричны при движении вправо или влево, тогда они были одинаковыми для перемещения с доски на доску, так что же это такое, если Эйнштейн. Я был прав, и пространство и время действительно имеют одну и ту же природу, как же так получается, что время кажется нам таким асимметричным? Почему время это улица с односторонним движением, когда конечно же x и y не являются улицами с односторонним движением? Так что давай поищем ответ. Посмотрим, что мы можем узнать об этом, давайте вернемся к самым основным принципам ньютоновской механики. Вот изображение Солнечной системы, и сам Ньютон сказал бы тебе, что по этому изображению нельзя определить, будут ли планеты двигаться по часовой стрелке или против часовой стрелки. Если бы я сказал тебе, что планеты всегда движутся по часовой стрелке, ты бы наверное сказал мне, что нет никаких причин, по которым планеты всегда движутся по часовой стрелке. Если по часовой стрелке возможно орбита планеты. Против часовой стрелки также возможно движение планет, поэтому фундаментальные законы физики, в частности законы Ньютона не являются симметричными по отношению ко времени. Все, что может случиться, может произойти и обратное, любую кинокартину, которую ты должен был сделать из этого, ты мог бы прокрутить назад, и ты не смог бы заметить разницы. Так что фундаментальные законы механики, законы Ньютона не отличают прошлое от будущего. Точно так же действуют законы квантовой механики. Фундаментальные законы квантовой механики, фундаментальные законы атомов, это одно и то же, вы не можете сфотографировать атом и сказать, движется ли он назад или вперед. Законы физики полностью симметричны, так что же происходит, почему же мир выглядит настолько асимметричным? Насколько я знаю, первым человеком, который задал этот вопрос в современной форме, был мой великий герой Людвиг Больцман II, который очень беспокоился о втором законе. В термодинамике он не мог понять, почему должно быть так, что из законов основные законы физики одинаковы как вперед, так и назад, как это может быть, энтропия всегда увеличивается. Он думал об этом, он думал об этом, он думал об этом, и в своей глубокой мудрости он пришел к выводу и сказал, что энтропия почти всегда увеличивается. Это был большой вклад Больцмана в физику, это был очень большой вклад. Это было очень большое и глубокое понимание, это был не единственный его вклад в физику. Но во многих отношениях я думаю, что это возможно был его самый большой вклад в физику. Чтобы понять, что второй закон термодинамики, это не совсем закон точно так же, как сохранение энергии точно так же, как F равно A, это не всегда верно. Это просто почти всегда закон. Правда это статистический закон, закон, это вероятностный закон. Это не значит, что ты не можешь видеть, как происходит что-то сумасшедшее. Чего, хотя ты и не ожидал бы, возвращаясь назад, это просто означает, что в большинстве случаев ты этого не делаешь. Теперь мы можем многое осудить, сколько раз ты, скорее всего, увидишь что-то сумасшедшее, что я подразумеваю под чем-то сумасшедшим идущим вспять. Ты проливаешь, ты проливаешь, ты миска овсянки на пол и шлепаешься на пол. Очень редко овсянка собирается сама по себе и прыгает обратно в твою миску, законы физики это допускают. Теперь, чтобы это произошло, тебе нужно было бы иметь все молекулы как во мне, так и не только в овсянке, но и в полу, и во всей окружающей атмосфере и во всем остальном. Они очень точно меняются местами, но если бы это произошло, законы физики подсказали бы нам, что овсянка отскочила бы назад, в миску, так ли это происходит? Хорошо, если дать достаточно времени, это произойдет. Но это вряд ли когда-нибудь случится. Я сказал, что это было великое прозрение Больцмана, одно из его великих прозрений в физике, Больцман пошел дальше. Он хотел глубже понять, почему вселенная, улица с односторонним движением, почему энтропия всегда увеличивается. Он не был космологом, в то время еще не было предмета космологии, но из того, что я понимаю, из того, что я могу почерпнуть от историков, от людей, которые изучали то, что делал Больцман. У него было очень современное представление о том, как думать об этом. Я собираюсь вложить ему в рот слова, я собираюсь вложить ему в рот слова, но я думаю, какие слова у него могли бы быть. Сказал, что Больцман интересовался вселенной, его интересовало, почему вселенная движется в одном направлении и почему. Одна модель вселенной, которую он создал, он действительно сделал это, существует в литературе, была вселенная в коробке А. Закрытая запечатанная коробка, похожая на эту комнату, только без дверей, без окон, полная чего бы то ни было. Она полна, это была модель вселенной, которой Больцман интересовался сейчас. Давай начнем отсюда, давай уберем буквы и начнем с совершенно пустой вселенной, в совершенно пустой вселенной ничего не происходит. Она не движется ни вперед, ни назад, она просто сидит там, так что она полностью симметрична. Что сказал Больцман, так это то, что давайте начнем вселенную в очень, очень сложной ситуации. Один из них очень, очень особенный, и не имело большого значения, в чем заключалась особая ситуация. Но это должно быть особенным, здесь была особая ситуация, когда он представил себе большое количество молекул от 10 до 80 из них, что примерно соответствует числу протонов в видимой вселенной. Начни с большого количества молекул, или атомов, или что бы это ни было. Все в углу комнаты, все в углу коробки, черный прямоугольник здесь, границы коробки, и Больцман сказал, что поставь все частицы в угол, начни так. Что будет дальше, ты можешь догадаться, что будет дальше. Если ты немного извращенец, ты мог бы сказать, а, они собираются еще плотнее вжаться в угол комнаты, это звучит неправильно. Гораздо более вероятно, что, хотя они могли бы это сделать, это могло бы произойти, но более вероятно, что в большинстве случаев, если бы вы нашли такие молекулы, вы бы обнаружили, что они исходят из этой точки. Ты обнаружишь, что они струятся прочь от этой точки, и вот что представлял себе Больцман, я думаю, Больцман представлял себе это. Больцман представлял себе, что молекулы будут роиться и в процессе роения удаляться в течение того времени, пока они вытекали из угла. В процессе потока может возникнуть некоторая турбулентность, турбулентность может создавать маленькие вихревые токи, маленькие завихрения. Торнадо, ураганы, что угодно, и эти завихрения могут иметь структурирующую структуру, я не случайно, что они выглядят как галактики, я хотел, чтобы они выглядели как галактики. Опять я забегаю вперед, но поехали, поехали туда, сказал он в процессе выхода из этого совершенно особого состояния. Всякое может случиться, структуры могут образовываться, вихревые токи могут образовываться, и в этот период должно было произойти все интересное во Вселенной. В конечном счете, если ждать достаточно долго, все испаряется, все превращается в продукты испарения, фотоны и элементарные частицы. Ничего не остается, кроме частиц в тепловом равновесии. Частицы и тепловое равновесие означают, что частицы, равномерно заполняющие коробку, случайным образом перемещаются вокруг, и это все, это конечная игра. Именно то, что физик назвал бы тепловым равновесием скучным, оно длится вечно, и больше ничего не происходит, так что в коробке Больцмана есть короткий период, во время которого произошло несколько интересных вещей, а потом ничего, просто тепловая смерть, тепловая смерть, которую называют тепловой смертью или энтропийной смертью. Энтропийная смерть, все превращается в бессмысленное скучное однообразие. Но Больцман знал, что это не совсем правильно. В Италии он знал, что это не совсем правильно, и он сказал, что если подождать достаточно долго, просто случайно, по законам больших чисел, просто по статистическим вероятностям, если ты подождешь достаточно долго, я не скажу тебе, сколько это продлится, намного дольше, чем возраст нашей вселенной. Но если ты будешь ждать достаточно долго, то случайно молекулы просто случайно соберутся вместе в углу комнаты. И все это повторится снова и снова. Так что конечная игра на самом деле не была конечной игрой, это просто конечная игра на долгое-долгое время. Это называется рецидивы, они называются болвана, рецидивы, но я думаю, что идея возникла впервые благодаря Больцману. Все повторится, если ты будешь ждать достаточно долго. Больцман формализовал эту идею следующим образом, как он сказал. Давай возьмем космос, физики и математики всегда помещают все в пространство, не в пространство, не в наше пространство, а в пространство. Давай возьмем пространство всех возможных конфигураций. Всех. Почему это происходит? Я собираюсь вернуться назад, да, хорошо, пространство всех возможных конфигураций, это область здесь сзади, внутри черной области, это не вселенная, это все возможности для всех. Все молекулы могли бы быть. Теперь там в центре ты видишь маленькую розовую точку, я не буду пытаться целиться в нее этой штукой, потому что это просто перевернет прозрачность. Там маленькая розовая точка в центре синей области. Думая о маленькой розовой точке как об особой отправной точке, это может быть место, где молекулы находятся в углу комнаты. Синяя область, это все возможные области, где есть интересные структуры галактики, планеты и все такое. А белая область, это просто скучная равновесие мальчик, скучный-скучный. Равновесие, когда ничего не происходит, и Больцман сказал, посмотри, если ты начнешь, если по какой-то неизвестной причине мы не знаем, кто поместил молекулы в угол комнаты, но если ты там и позволишь системе работать, она переместится из этой области в синюю область, которая является молекулами. Образуя скопления, образуя вихри, образуя галактики, образуя то, что это такое, они формируют людей. Но если ты подождешь еще дольше, и это хорошо, это хорошая теория, это хорошая теория. Она говорит тебе, что с особенной отправной точкой, ты можешь попасть туда, куда хочешь, туда, куда ты хочешь попасть. Это то, где Больцман оказался в мире полном структуры. Но он также понял кое-что еще, он понял, что если ты будешь продолжать идти и ждать, ждать и ждать, вселенная пройдет через все возможные состояния много раз. Просто статистически она будет блуждать в этом пространстве снова и снова, время от времени проходя через голубую область. Иногда, в большинстве случаев, она переходит в голубую область, не проходя через розовую область. Розовая область, это маленькая крошечная точка, вероятность которой почти нулевая. Синяя область больше. Технически мы бы сказали, что у нее больше энтропии. Белая область, самая большая из всех, она наиболее вероятна, и вселенная блуждает в пространстве возможностей. Время от времени проходя в голубую область, когда она находится в голубой области, люди могут существовать, планеты могут существовать и так далее. Но в большинстве случаев она не проходит через розовую область. Это означает, что в большинстве случаев, почти во всех случаях, если ты оказываешься в мире, более или менее похожем на наш, история выглядит совсем не так, как ты мог ожидать. А именно все молекулы, выходящие из комнаты, на самом деле вы могли бы найти во Вселенной. Эта Вселенная, рожденная из колебаний Вселенная, рожденная из случайных колебаний, просто случайно сформировавшаяся Вселенная, это нечто глубокое, что осознал Больцман. Но он также осознал, что в большинстве случаев эта Вселенная не будет выглядеть так, как вы могли бы видеть в теории. Обычная теория, в которой молекулы вытекали из угла комнаты, еще больше вытекающих из угла комнаты молекул, это просто замена большому взрыву. При большом взрыве Вселенная начиналась с малого, она начиналась концентрированной, она начиналась очень особенной, и она просочилась наружу, думая об этом именно так. Мы оба поняли, что большинство Вселенных, созданных в результате флуктуаций, не выглядят узнаваемыми, у них есть свойства, которые не имеют смысла. Они могли бы выглядеть вот так с такой же вероятностью, как и они, были бы похожи на скопление галактик, поэтому Больцман понял, что он отверг это как возможное объяснение мира. Он понимал, что мир, это не мир в коробке, но он не знал, что еще делать, он не знал, как это сделать. Как думать об этом, он не знал, как понять тот факт, что Вселенная в нашем прошлом действительно выглядит особенной. Ты видишь, в чем здесь проблема? Только в первый раз, когда Вселенная выпадает из угла комнаты, только в первый раз это похоже на что-то. Мы узнаем галактики и так далее в большинстве случаев. Бесконечно, бесконечно, бесконечно это похоже на случайный мусор. Случайный мусор, но достаточно хороший для нас, живущих в такой Вселенной, как ты должен предсказывать. Не то, чтобы произошел большой взрыв. Не то, чтобы космологи, изучающие космологию, поняли все правильно. Но ты должен предсказать случайное прошлое, которое не выглядит чем-то узнаваемым. Это безумие. Больцман, как я уже сказал, знал, что это безумный факт. Он понял, но мы современная версия этого, если вы зададите вопрос, какова наиболее вероятная вещь, наиболее вероятная конфигурация, которая сформировалась бы из хаоса таким образом, путем колебаний случайности. Что наиболее вероятно, учитывая, что это должно быть так, чтобы у него был интеллект, чтобы он мог спрашивать о мире? Что же, ответ, скорее всего, сформируется из одного мозга и ничего больше. Один мозг и ничего больше, потому что взять два, но сделать два мозга, гораздо менее вероятно, чем создать один мозг из хаоса наиболее вероятный мир, в котором было бы разумное существо, способное задавать вопросы, содержал бы один мозг. В наши дни это называют мозгом Больцмана. Это называется мозгом Больцмана, и, конечно, это неверная теория мира. Мы живем не в мире с одним мозгом, так что эта теория не является правильной теорией. Она явно не верна, вот в чем проблема. Хорошо, теперь вопрос в том, что современная космология может сказать по этому поводу. Не лучше ли было бы иметь мир с одним выстрелом, или мир с одним выстрелом означает, что молекулы выходят из угла комнаты? Они делают свое дело, а затем уходят, мы никогда больше о них не услышим, нет возможности, чтобы эти повторения продолжались и продолжались. И говорили нам, что наиболее вероятной вещью в мире, был бы один мозг Больцмана, мир с одним выстрелом, это своего рода цель космологии. Под одним выстрелом я подразумеваю, что все происходит один раз и больше не повторяется, и это не вселенная в коробке, она не приходит к равновесию. Молекулы вытекают один раз, производят торнадо, и что бы это ни было, что они производят, а затем взрываются и исчезают, у этого все равно будет проблема. Тебе все равно придется объяснить, почему они начались в этой совершенно особой конфигурации, но может быть когда-нибудь мы поймем, почему они начались в совершенно особом месте. Хорошо, так это согласуется с современной космологией. Позволь мне немного, очень быстро поговорить как о вчерашней космологии, так и о вчерашней, я имею в виду 25-летнюю давность по сравнению с сегодняшней космологией, и мы посмотрим, чему мы научились. Много лет назад существовало три фактически две космологии, две версии космологии, одна из которых никто не знал, какая из них была правильной, но считалось, что одна из них, была правильной, называлась космологией Большого Взрыва. Существовало две версии открытой и закрытой открытой космологии, Вселенная была бесконечной, но более того, она продолжала быть бесконечной и продолжать расширяться. Закрытая космология обладала тем свойством, что расширялась и сжималась. Хруст закончился большим хрустом, теперь вот эта картинка, это график, а на вертикальной оси радиус Вселенной в любой момент времени, а на временной оси время. Левая сторона, левый угол, это отправная точка, особая отправная точка. Вселенная начинается очень маленькой, она начинает расширяться. Во время расширения происходят интересные вещи. Интересные вещи означают унижение нас. Интересные вещи означают все хорошее, что мы ищем, а затем это возвращается, ныряет и разбивается, Вселенная просто сжимается до определенной точки, и все кончено. Это явно одноразовая Вселенная, у тебя есть один шанс, это конец, все в порядке, за исключением того, что ты должен объяснить, почему ты начал в особом состоянии. Другая версия, которая тоже хороша, называется Открытая Вселенная, и это Вселенная, которая просто продолжает расширяться. Так что радиус Вселенной просто расширяется, расширяется и расширяется сейчас. Потому что она расширяется, все частицы разлетаются на части, если они разлетаются, это все еще правда, у вас есть только один выстрел. Они разлетаются, как только они разлетаются слишком далеко, они больше не могут взаимодействовать друг с другом, они не образуют галактик, с ними покончено, они все еще могут быть там. Но они разлетаются друг от друга и бесполезны, создавая даже мозг Больцмана, так что опять же Открытая Вселенная, это тоже проблема. И это хорошо, что у нас есть объяснение Вселенной с одним выстрелом, за исключением того, что мы должны понять, с какой отправной точки все это было понято. Считалось, что это решение проблемы, пока примерно 15 лет назад, 10 лет назад и так далее не была открыта темная энергия. Для физика темная энергия называется лямбда. Это называется космологической постоянной, не имеет значения, называете ли вы это космологической постоянной или темной энергией. Это состояние в космосе, эффект которого для наших целей является одним из двух эффектов. Либо оно ускоряет расширение и делает его еще быстрее, чем это было бы без космологической постоянной. Фактически оно создает ускоренное расширение, которое продолжает ускоряться и ускоряться, ускоряясь. Это если лямбда положительна, если лямбда отрицательна, то она делает с точностью да наоборот, она ускоряет хруст, она убивает Вселенную еще быстрее. Думая о хрусте как о том, что Вселенная убита и закончилась. Другая возможность, лямбда положительная, заключается в том, что Вселенная ускоренно расширяется сейчас в любом из этих случаев. Вот картинка для лямбда положительной, кстати, это можно сравнить с открытой Вселенной, которую я описал ранее. Там, где кривая уходила в верхний правый угол, не изгибаясь вверх, как эта положительная лямбда положительная космологическая постоянная положительная темная энергия, заставляет Вселенную расширяться еще быстрее с экспоненциальной скоростью экспоненциальный рост Вселенной. Это на самом деле звучит очень хорошо для одноразовых Вселенных. Другая возможность, как я уже сказал, это отрицательная лямбда, и это приводит к краху Вселенной и быстрее, чем это было бы если бы в закрытой Вселенной. Так что это внезапная смерть для Вселенной. И то и другое звучит, как я уже сказал, как разумные кандидаты на одноразовые Вселенные, все интересное начинается в начале этой кривой. А затем Вселенная заканчивает свое дело. Ну что же, в нашей Вселенной лямбда положительна? Она расширяется экспоненциально, это наблюдаемый факт, это не гипотеза, это не теория, это наблюдаемый факт, наша Вселенная расширяется по экспоненте. И это здорово звучит для одноразовых теорий, но это не так. Итак, позволь мне объяснить, что плохого в том, чтобы думать об ускоренной Вселенной как о Вселенной с одним выстрелом, это картина закона Хаббла. Большинство из вас знает, вероятно большинство из вас знает. Прежде всего, я уверен, что большинство из вас знает, что Вселенная расширяется, и ты знаешь, что она расширяется в соответствии с законом Хаббла, который гласит, что скорость убывания уменьшается, что центром является Солнце. Галактики удаляются от нас чем дальше, тем быстрее они движутся. Это было открытие Хаббла Эдвин Хаббл, он обнаружил, что скорость спада пропорциональна константе, называемой постоянной Хаббла, умноженной на расстояние. Чем дальше вы находитесь, тем быстрее вы движетесь, и является константой пропорциональности между. Теперь эта постоянная на самом деле не является постоянной, в большинстве космология она уменьшается со временем. Но в ускоренной Вселенной такого рода с космологической константой вида, в которой мы знаем, что живем, постоянная Хаббла действительно является постоянной. А это в свою очередь означает, что если ты уйдешь достаточно далеко, то найдешь место, где все удаляется от нас со скоростью света. Как мы можем узнать, как далеко мы просто подставим вместо V скорость света? Реши уравнение, это говорит нам, что это уравнение говорит нам, как далеко нам нужно идти, пока мы не придем к тому месту, где вещи удаляются от нас с помощью. Свет, если они удаляются от нас со скоростью света, то все, что находится дальше от них, не может быть видно. Свет с ними рецессия подавляет скорость света и препятствует даже лучу света, который пытается вернуться в этот круг, который он унес с расширением. Так что ничто за пределами этой области никогда не может быть видно в расширяющейся и ускоряющейся Вселенной круг, где это происходит, называется космическим горизонтом. Это очень похоже на горизонт черной дыры. Кроме черной дыры наизнанку, ты ничего не теряешь. В черную дыру в этом случае ты теряешь вещи снаружи, они выходят за пределы космического горизонта. Так что у ускоренной Вселенной есть горизонт, ничего страшного. Вот картина ускоренной Вселенной, все, что находится за ней, мы никогда не сможем увидеть, поэтому я нарисовал это черным, внутри не видно, вот наша галактика, вот Андромеда. Вот все далекие галактики, вот мы, но они удаляются от нас, они уносятся прочь, и они мальчик, ты торопишься. Они удаляются так быстро, что когда они добираются до края, они движутся со скоростью света, а затем быстрее скорости света и мы не можем их видеть. Это картина ускоренной Вселенной, классическая стандартная картина называемая состоянием Ситера, пространством Ситера, и вот как это выглядит. Теперь если ты подождешь, все эти другие галактики скроются за горизонтом, и мы их не увидим, это вероятно в нашем будущем, а не только в том, что есть личное будущее, но будущее нашей галактики во времени примерно через триллион лет или, может быть через сто миллиардов, я не помню, через сто миллиардов лет все галактики. Большинство из них уйдет за горизонт, и мы действительно останемся одни, на нашем астрономическом небе не будет ничего, кроме просто равнины, пустота или почти пустота все еще звучит довольно хорошо для одного. Но если ты подождешь еще немного, она сама испарится. Протоны, из которых состоит галактика, вероятно распадутся, они образуют излучение, излучение уйдет за горизонт, и ничего не останется. Это стандартная картина ускоренной вселенной, и я собираюсь еще раз подчеркнуть, что это звучит ужасно хорошо для вселенной с одним кадром. Это происходит только один раз, а затем исчезает, но квантовые теоретики знают лучше, а не знают, и это в значительной степени работа Хокинга. И это во многом заслуга Хокинга. Хокинг понял, что горизонт черной дыры или горизонт космического горизонта вселенной, это не холодное мертвое место, у него есть квантовая энергия. И эта квантовая энергия придает ему температуру, при которой он ведет себя так, как если бы на самом деле в коробке были частицы. Сейчас большинство этих частиц сосредоточено вблизи границ коробки вблизи космического горизонта, но они постоянно колеблются. Они постоянно находятся в тепловом движении, и угадай, что именно. Время от времени Больцман поднимает голову. Больцман поднимает голову и время от времени говорит, что эти частицы соберутся в какую-то структуру, если вы подождете достаточно долго. О, конечно, мозг Больцмана тоже испарится и распадется. Но подожди еще немного, не немного, а намного дольше, и еще один поможет восстановить, а затем еще один, так что мы не ускользнули от вывода, что в такого рода вселенной почти все, что когда-либо образуется. В подавляющем большинстве случаев вероятно, что если ты найдешь разумный объект, то этот разумный объект будет чем-то очень сильно отличаться от нас. Хочешь верь, хочешь нет, космологи и физики беспокоятся по этому поводу. Они беспокоятся об этом не потому, что беспокоятся о том, что у нас обоих мозгов не было. Но когда у тебя есть теория, которая дает абсурдные предсказания, ты можешь задать себе вопрос, верна ли твоя теория? Твоя теория, вероятно, неверна. Что-то не так с теорией, которая гласит, что Вселенная просто образует коробку с тепловыми частицами в ней. И, к сожалению, именно к этому привела нас современная цветовая космология. Благодаря темной энергии, которая заставляет Вселенную расширяться ускоренным образом, это привело нас буквально прямо к ящику Больцмана. Это привело нас прямо к ящику Больцмана. Что-то не так с нашей космологией хорошо, я мог бы оставить это там, я мог бы сказать, что это великая загадка времени, в наше время мы прошли через несколько циклов. И вот где это осталось но. Я не буду, я попытаюсь увести тебя немного дальше и рассказать тебе немного больше, ты знаешь, что я собирался использовать доску, но ты знаешь, что мне 73 года, и я устаю. Поэтому я собираюсь использовать машину так сильно, как я ненавижу использовать машину мальчик, я собираюсь им воспользоваться. Мне жаль, Джеффри, что я заставил тебя принести эту вещь сюда. Я знаю, что ты сам нес ее на спине, я знаю, что Джеффри нес ее пешком из института. Она не поместилась в его машине. Его несли на спине, и мне жаль, и я сказал, Джеффри, ты должен сделать это для меня, и Джеффри сказал, ну да, хорошо. Если ты пообещаешь, если ты пообещаешь не рассказывать о том, что произошло в Майами Бич, в 1975 году, я буду нести пиво, и я обещал. Но я не могу этого сделать, я слишком устал, так что я собираюсь продолжить с собой. Хорошо. Следующий шаг в космологии и тот, который является умозрительным, честно говоря, умозрительным, мы не знаем, правильно ли это. Мы. Некоторые из нас подозревают, что это правильно. Некоторые люди очень насмешливо относятся к этому, и говорят, что это глупо, это нельзя подтвердить, я не собираюсь пытаться убедить вас в том, что это правильно. Но это может быть компонентом решения этой забавной проблемы о проблеме Больцмана о времени, поэтому я скажу вам, что это такое. Теория мультивселенной начинается с пространства-времени, это пространство и это пустое пространство, это совершенно пустое пространство. Но это быстро расширяющееся пространство, это пространство с космологической постоянной, это пространство с большим количеством темной энергии. И хотя, поскольку оно пустое, вы не можете видеть, что оно делает, но оно расширяется, как летучая мышь из ада. Она растет очень быстро и в условиях расширяющейся вселенной. Расширяясь с такой скоростью, происходят флуктуации, что вещи действительно случаются, даже если она пуста, одна из вещей, которые могут произойти, которая была обнаружена в 1970-е годы Сидни Коулман и его сотрудников Сидни Коулман, был одним из великих физиков нашего поколения моего поколения и моего молодого поколения там. Сидни Коулман обнаружил, что Вселенная, подобная этой, время от времени вскипает пузырем точно так же, как кипящая вода создает маленький пузырек. Сейчас это маловероятно, но это просто означает, что это займет много времени, и когда это произойдет, в этом пузыре образуется пузырь. Свойства пространства и времени немного отличаются, или может быть сильно отличаются от свойств голубой области. Пространство и время физика и частицы, константы природы отличаются в красной области от синей области. Красная область начинает расти, и она растет, и она становится сама по себе растущей Вселенной. Мы могли бы жить там, может быть, может быть, мы могли бы жить там, но в этой Вселенной может образоваться еще один маленький пузырь, и это продолжается и продолжается. Это бесплатный обед. Ничто не помешает этому продолжаться и продолжаться вечно, в этом вся математика, математика этого продолжает кипеть часто, когда я говорю математика этого, я имею в виду квант. Все это продолжает кипеть пузырями, 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 каждый из них мог бы быть маленькой Вселенной, в которой мы могли бы жить, и каждый из них отличается от другого. Я собираюсь показать тебе способ мышления по этому поводу, а затем я расскажу тебе немного о математике, я вижу у нас еще есть около 15 минут, все в порядке, да, хорошо? Хорошо, так вот что я собирался нарисовать на доске. Что это такое? Отправная точка внизу, растущая вселенная, но она еще не очень сильно выросла, ты видишь цвета, есть ли там цвета с того места, где я стою, есть ли там вообще нет цвета? Цвета в порядке, хорошо, а какой цвет внизу? Красный, он должен был быть синим, потому что он должен был соответствовать моему предыдущему цвету. Это стартовая вселенная, она начинает расширяться. Каждый раз, когда она расширяется, она удваивается. У них есть определенный промежуток времени, когда она удваивается. Всякий раз, когда она удваивается, я буду представлять это как растущую вселенную, разделяющуюся на две части. Но тогда, поскольку эти кусочки отделяются друг от друга, потому что они растут, они деляются друг от друга, они слишком далеки друг от друга, чтобы общаться. И поэтому я просто представлю это вселенной. Раздваиваясь сейчас, на самом деле это не раздваивается, так что это то, что ты бы назвала идеализации или упрощения Вселенная пузырится, а затем снова удваивается и снова удваивается, что такое цветовое кодирование, цветовое кодирование. Это точно те цвета пузырьков, с которых мы начали на предыдущем слайде. У каждой из этих линий разные свойства, это Вселенная, в которой кто-то мог бы жить, может быть они могли бы жить, может быть, свойства подходят для жизни. И это просто продолжается и продолжается. Он растет и растет, и по мере того, как он растет, образуется все больше маленьких кармашков, все больше маленьких кармашков, он разнообразен. Разные кусочки отличаются от других кусочков, и есть какое-то распределение вероятностей, которое говорит вам, насколько это вероятно по мере продвижения вверх. Что ты находишься в Красной Вселенной или в Синей Вселенной или в Зеленой Вселенной. Эти разные цвета могут просто обозначать любые разные свойства, которые тебе нравятся, чтобы они не обозначали разные свойства, и заметь, что есть места, где цвета меняются. Это процессы Коулмана де Луча, которые выпаривают пузырьки другого типа. Это вроде того, что это не похоже на то, что это очень много. Примерно так выглядит раздувающаяся Вселенная, если мы примем во внимание, что могут возникать пузыри, которые могут возникать пузыри Коулмана де Луча, выглядит примерно так. Это довольно хорошее руководство к этому. Давай, вот здесь я собирался написать несколько уравнений, давай я напишу уравнение, хорошо. Ты мог бы задать вопрос, каков номер человека? Каково среднее число, среднее число? Линии Вселенной, как бы ты их ни называл, заданного цвета в данный момент времени по мере продвижения вверх. Время, движущееся вверх, приходит снизу на следующем слое, на следующем слое, на следующем слое, и ты можешь спросить, что это такое. Можешь сказать мне, если ты этого не видишь, и я увеличу среднее число. Это видно? Да, хорошо, какое среднее число? Вселенные или пузыри типа М могут обозначать красный, синий, зеленый, чтобы это не означало в момент времени Т, плюс какое среднее число в момент времени Т1. Другими словами, когда ты вырастешь на уровень. Пузырьки типа М, а это равно количеству пузырьков в момент времени Т, в два раза превышающему среднее число в момент времени Т, почему в два раза? Потому что оно удваивается на каждом этапе, на каждом этапе оно удваивается, так что есть источник новых вещей. Источник всего нового это удвоение. Это первый термин, теперь ты теряешь несколько строк типа М. Синяя линия может превратиться в красную линию, так что ты теряешь немного, так что тебе придется вычесть. И то, что тебе нужно вычесть, это определенное число, которое называется гамма, и это вероятность того, что вселенная типа М выплюнет пузырек типа В. Умножь вероятность или умножь количество вещей типа метров. Это суммируется по Н. Не волнуйся, если ты не знаешь, я объясню, что это такое, но я просто перевернулся. Это просто для экспертов в этой области, а в аудитории есть эксперты по такого рода уравнениям. Я напишу уравнения, а затем расскажу вам, что они означают. Хорошо, а затем есть еще один термин, который увеличивает это, это потеря. Вещи типа М становятся вещами типа Н, так что ты теряешь вещи типа М. Все в порядке, но ты также получаешь вещи типа М, если Н становится М, а это Н сап-Н. Н становится М, и это Н сап-Н. Также овер-овер-Н. Это уравнение, у него есть название, оно называется Марковский процесс, хотел показать вам фотографию Маркова, который был очень, очень известным русским математиком-методистом. И он отвечал за такого рода уравнения? Разве я не мог поискать в интернете и наконец нашел фотографию Андрея Маркова, который оказался русским? Я не футболист, ты же знаешь, что эти парни избили бы друг друга клюшками хоккеист, игрок. Да, я просто скажу тебе вкратце, что говорит это уравнение, количество каждого и заданный уровень. Это прежде всего число, которое было до этого, но удваивается, потому что каждый раз оно удваивается плюс некоторая потеря. Потому что ты теряешь кого-то из этого типа, когда они становятся другими типами. Плюс опять же, когда другие типы становятся тем типом, который тебя интересует, так что баланс вещей, это баланс статистического баланса. Любой, кто знает такого рода уравнения, знает как их решить, и угадай, что ты найдешь, когда решишь их, ты найдешь это. Если бы ты посмотрел, если бы ты пошел по одному из этих путей, ты тот, кто живет в этом, тебе не дано увидеть целое, все, что тебе нужно сделать, это следовать по линии, ветвь, ведущая к ветви и ветви. Эти уравнения просто говорят тебе, что такое ветвь. Это ты видишь разные вещи, когда двигаешься по ветвям. Угадай, что там написано, это дает точно то же самое, что и коробка Больцмана. Точно такие же ответы, неправильные ответы, ответы, которые говорят, что ты заходишь в тупик равновесия и колебаний. Равновесия и колебания, и такого рода вселенную ты снова теряешь. Возвращайся в коробку Больцмана, хотя она совсем не похожа на простую статическую коробку. Она ни на что не похожа, и все же это приводит к точно такому же результату. Простая статическая коробка, если вы проследите свой путь туда, и то, что вы обнаружите, это вселенная, во власти флуктуаций, где почти все время, если вы что-то видели. Это выглядело бы не так, как ты ожидал бы увидеть, потому что это выросло из колебаний, а не из одноразового выстрела, как в тех случаях, когда ты продолжаешь подниматься все выше и выше, но это не заканчивается вот так, оно поднимается все выше и выше, все выше и выше. И если ты продолжишь следить за этим, то в конце концов просто обнаружишь, что есть повторение туда-сюда, туда-сюда, мозг, это нормальные вселенные. Ты до сих пор не понял, почему время это улица с односторонним движением, которое ведет от чего-то очень простого к чему-то сложному, и это конец истории, ты так и не объяснил этого. Ну, мне нравится описывать это, говоря, что это привело к застою воды. Это привело к застою воды, в котором единственные вещи, которые когда-либо случались, случались в результате случайных колебаний. Если и возникает небольшой вихрь, то это происходит не из-за потока воды, а потому что просто по случайной случайности некоторые молекулы могут собраться в вихрь. Этот вихрь очень маловероятно будет похож на тот вихрь, который вы получили бы от потока воды вселенная, расширяющаяся из угла комнаты, похожа на поток, это похоже на тупик. Таким образом, почти каждая известная нам теория Вселенной, либо эмпирически неверна, либо заканчивается такого рода тупиком, где происходящее, однако, является просто случайными флуктуациями. Помнишь, я рассказывал тебе о хрустах, если есть отрицательные космологические константы, Вселенная может хорошо хрустеть, а это значит, что у этих пузырей есть потенциальная возможность умереть? Это очень похоже на древо жизни, а тупики похожи на виды, которые только что вымерли. В какой-то степени красный цвет может соответствовать типу Вселенной, которая хрустит, она заканчивается, если она заканчивается, она не продолжает ветвиться, она не продолжает расти. Тебе придется изменить уравнение, модификация уравнений включает в себя один новый член здесь. Один новый термин, это опека с вероятностью смерти. И это просто дает тебе A, почему A, потому что это устраняет вероятность, константу, не имеет значения, как она называется, каламбуровый M. Не беспокойся об этом, как насчет уравнения. Главное в том, что это меняет уравнение, а что это меняет в уравнении, позвольте мне просто взглянуть на эти термины. Этот термин, своего рода источник, из которого он создает новое. Это раковина. Она все съедает. Уравнение превратилось в уравнение. Это очень похоже на уравнение, которое у вас было бы, если бы у вас был источник жидкости на одном конце и раковина на другом конце. Так что жидкость текла, 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 плавала, текла, текла. Жидкость текла слева направо от источника к раковине. Но угадай, что происходит, когда жидкость течет от источника к раковине, она создает Эди. Бесконечно она создает вихри, бесконечно эти вихри, однако, обладают очень определенным чувством времени. Время действительно течет слева направо. Кто-нибудь, живущий в одном из этих вихрей, осознал бы, что это вихрь, где-то родился и где-то выдохся бы. Очень маловероятно, что он увидит вихрь, распространяющийся в противоположном направлении. Такой поток это именно то, что тебе нужно, чтобы понять, почему время, это улица с односторонним движением, мультивселенная, идея фрактального потока, в котором, по-видимому, заключаются эти уравнения. Для тебя возможна вселенная, которая движется в одном направлении. Теперь это столкнется с проблемами, люди будут анализировать это и снова обнаружат, что это возвращает вас обратно в коробку Больцмана, не знаю, но в. В тот момент, когда это современное состояние, это так же важно, как и то, что ты знаешь. Я провел тебя через все различные космологические предположения из коробки Больцмана «Фрактальный поток» и рассказал тебе, что они должны сказать о стреле времени. Я не думаю, что мы закончили, это может быть правильным ответом, а может и нет. А если ты пригласишь меня вернуться с доской примерно через пять лет, и мне исполнится 78 лет, я. Ну что же, я попробую сказать тебе в ответ спасибо. Спасибо. Ну, единственная проблема это стекло, так что спасибо тебе за замечательную лекцию, очень стимулирующую, и они очень провокационные, очень сложные. Так что у нас есть время на несколько вопросов. Подумай, раз уж он там наверху, во я не вижу этого в очках, окей, я посмотрю, почему я тоже этого не вижу. Давай посмотрим, я видел здесь даму, да, и говори громче, встань молодой, и важно говорить громко, потому что мы оба глухие, мы оба определенно не видим. Мы both definitely, we can't see. У меня нет этому объяснения, но я думаю, что мог бы придумать объяснение, почему некоторые мозги думают, что они могут делать то, чего не могут любовники. Но я не буду я ей и не собираюсь говорить тебе, что я знаю, что люди не могут этого сделать однажды. Я наблюдал, как человек делает очень удивительную вещь, которую он делает у нас есть матч две минуты, видел как он делает экстрасенсорные трюки. Экстрасенсорные трюки были абсолютно замечательными. Кто-то встал у него за спиной, и благодаря чистому процессу мышления я был тем, кто стоял за ним, на самом деле, благодаря моему чистому процессу мышления я, вел его вперед и говорил ему, что делать. Может быть руководил им, иди вперед, иди вперед, иди налево, иди налево, иди налево, иди налево. Подними руку, возьми мел, напиши вертикальную линию на доске. И он сделал это, и он сделал это девять раз из десяти, и я был единственным в аудитории, кто знал, что он. А что должен был сделать я? Я сказал ему потом, что его зовут Смол, он был маленьким гуревицем, он был физиком, правильно, он сделал это, я сказал, что математика была гладкой, это безумие, ты хоть представляешь, что ты делаешь. Он сказал, нет, я не знаю, что я делаю, но я был бы готов попытаться выяснить, поэтому мы провели несколько экспериментов, мы проделывали это снова и снова, пока я не начал понимать, что он улавливает малейшие мелочи. Жесты тела мои как будто мы шли вперед, я шел налево, шел налево, шел налево, а он. Его глаза бегали туда-сюда, и он улавливал это, он был сверхчувствителен в каком-то сумасшедшем смысле. Я спросил его, где черт возьми, ты научился это делать, и он сказал, что это было в российской армии. Российская армия пыталась обнаружить подводные лодки в Балтике, и поэтому у них была целая куча чрезвычайно чувствительных людей, которые проявили экстраординарные способности к этому, и начали обучать их обнаруживать подводные лодки в Балтийском море. Они этого не сделали, они не обнаружили подводных лодок на Балтике, но мораль этой истории такова, что некоторые люди чрезвычайно чувствительны к определенным слабым сигналам и так далее, так что разве не так? Удиви меня, если найдутся люди, которые могут уловить то, чего большинство из нас не может, это все, что я скажу? Нет, но давай сделаем так, чтобы этот джентльмен сзади высказался громче. Это не позволяет пузырькам сталкиваться друг с другом, и если пузырьки столкнутся, если пузырь столкнется с нашим пузырем, предполагая, что мы живем в пузыре. Это может быть наблюдаемым событием, которое может оставить заметный отпечаток на микроволновом фоне, на небе. На данный момент люди искали это, это было нашей достаточно приоритетной задачей, которую космологи ищут для космологов-наблюдателей, и они не нашли ее. Однако теоретически это крайне маловероятно, так что, но они могут, они могут столкнуться друг с другом. Обнимает закон Хаббла. Мы не в центре, все видят одно и то же, но для этого я предлагаю тебе воспользоваться моей онлайн-космологией. Нет, это хорошо, это хорошо, что она отвечает на все подобные вопросы, а затем это называется теоретическим минимумом их онлайн-курсов по космологии. Книги будут выходить, и книги будут дешевыми, и ты сможешь, ты сможешь купить их и пройти курс. Но ответ таков. Никто не видит иначе, чем все остальные, все отделяются друг от друга. Но ты должен нарисовать картинку, и единственный способ нарисовать картинку, выбрать центр и сказать, что кто-то находится в центре. Вот в чем вопрос, ты рядом с собой, и я должен сказать, что лично я сбит с толку этим, и я каждый, кто это делает, немного сбит с толку. Да, ты выбираешь время, ты выбираешь, ты выбираешь направление, в котором ты призываешь, ты мог бы перевернуть все с ног на голову и назвать большое растущее дерево прошлым. Но это было бы просто слово, которым вы бы просто называли это прошлое, то, что на диаграмме нарушает симметрию, это то, что сказали бы физики. И я думаю, ты мог бы сказать, что это либо одно, либо другое, и то и другое может произойти, но они были бы по сути идентичны, и ты не смог бы. Люди, которые жили на этом, не могли бы заметить разницу, но я думаю, что ты задал ключевой вопрос, не так ли? Нарисовав картинку так, как я ее нарисовал, ты предубеждил ее так, что она уже существует в нашем земном времени, и это хороший вопрос, на который я не буду пытаться ответить. Я думаю, я думаю, что ответ может быть таким, нет, нам может повезти, но не ясно, боже, у нас разные физические константы. Постоянная тонкой структуры может быть в два раза больше, где космологическая постоянная может быть в сто раз больше. Может быть у них разное содержание частиц. Протон может быть тяжелее нейтрона из уравнения, ну ты мог бы, ты мог бы, ты мог бы представить себе форму уравнений, которые используются сегодня. Будучи другим, но ты мог бы спросить, лежат ли в основе уравнения, которые могли бы управлять всем этим, и для которых это были разные решения, да, очень сильно. И это одна из вещей, которые мы узнали из теории струн. Дело в том, что теория струн действительно обладает способностью описывать много-много разных вещей. Так что вы знаете, являются ли уравнения, которые мы используем, своего рода временными, которые зависят от возраста, в котором мы их используем. Да, ты можешь себе представить, ты можешь себе представить, что в каждой из этих коробок уравнения, которые мы используем сегодня, были бы разными, но то, что управляет всем этим, было бы одним и тем же. Возьми трубку. Да, да, именно так. Да, хороший момент, М, были эти долгие-долгие периоды, когда ничего не происходит, когда говорят, что ничего не происходит, молекулы движутся вокруг. Но они просто выглядят как случайное тепловое равновесие, они длятся невероятно долго, но ничего не происходит, так что если вы используете какие-то часы, который не привязан ко времени, микроскопическое время движения частиц, которое привязано к тому, что происходит практически без времени, происходит в течение этого времени. Так что это зависит от того, как вы сохраняете время. Если ты отслеживаешь мои события, которые происходят, и меняешь систему один раз за другим, то в течение этих периодов ничего не происходит, это крошечное-крошечное время. Если ты проследишь за каждой молекулой и спросишь, сколько раз она на самом деле ударяется о каждую, это огромное количество времени. Это первый раз, когда я зашел в твиттер. Больше никаких разговоров, только не с Биллом Мойер сама. Но это зависит от того, в каком масштабе ты смотришь на фрактальные измерения, это всегда вещи, которые зависят от масштаба i. Не знаю, что это такое в сверхмикроскопическом масштабе, как думают некоторые люди, на самом деле не понимаю почему. Возможно, это даже не имело смысла в сверхмикроскопических масштабах в нашем, в нашем масштабе, точно знаю, что это такое, это три измерения пространства, одно измерение времени. В этом нет никаких сомнений. На очень малых расстояниях он может быть больше, чем думают теоретики струн, Вселенная имеет больше измерений на малых расстояниях, очень-очень больших расстояниях. У этого фрактального потока действительно есть концепция, о которой они упоминали, связанная с ним. Но это странная концепция измерения Хауса Дорфа, измерение Хауса Дорфа может быть дробями и иррациональными числами. И здесь, как правило, это были бы иррациональные числа, меньше примерно трех, я думаю. Скорость его не имеет смысла спрашивать, постоянно ли она для скорости полета, с какой скоростью движется свет, он летит так же быстро, как эти. Вот и все, это еще один способ сказать, что скорость света имеет размеры. Правильно спрашивать о безразмерных вещах. Хорошо, чтобы ты мог спросить, например, каково отношение скорости света к скорости гравитонов. Это, насколько нам известно, ровно одно повсюду во Вселенной? Ты мог бы спросить так называемого. Это безразмерное постоянное, которое связано с вероятностью того, что если электрический заряд ускоряется, он излучает частицу, которая излучает фотон. Это безразмерное число, ты мог бы спросить, везде ли оно одинаково, и ты мог бы спросить, зависит ли оно от времени. Теперь, насколько мы знаем, оно не зависит от времени в нашем пузыре. Нет никаких доказательств того, что оно зависит от времени в нашем пузыре, на такой картинке оно совершало бы резкие скачки. Каждый раз, когда пузырь менялся, оно совершало бы резкие скачки, и у нас нет никаких доказательств против этого. У нас нет никаких доказательств против резких скачков, у нас же есть доказательства против этого. Постепенные изменения, в течение долгих-долгих периодов времени в нашем пузыре, в нашем мире, значит мы никогда не видели и не испытывали никаких доказательств. Что это за временная зависимость того, что мы обычно называем константами природы? По крайней мере, в тот момент Джеффри действительно говорил, что устает. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Что Джеффри действительно было что-то, что он себя чувствует. Редактор субтитров А.Егорова У нас оболоняется на лук. Продолжение следует...